От мастера интегрировать в курс и наполнить этот курс твоей уникальностью, твоим талантом, сделать его более совершенным, мне очень откликается, и я бы мечтала это реализовать. Поэтому я думаю, что мы после урока, после лекции обязательно это обсудим, и обретая новый уникальный драгоценный камень, для меня это всегда подарок небес. Поэтому ты большая молодец, я вижу, что ты очень-очень талантливая, очень активная и преисполнена энергией, которую можно реализовать и дать ей возможность расшириться. Хорошо, Оксана, я знаю, что ты мне отправила целый послужной список наших именинниц, все те, кто ждут наставления от Божественных Таро, я готова, собственно, это осуществить. Было бы здорово, если бы ты мне их зачитала, потому что девайс включен на Zoom, я знаю, что там большой послужной список. Либо, девочки, вы можете зайти прямо сейчас. Давайте сделаем эфир, именинный эфир. Прямо специально мы можем в Академию, в наш аккаунт, в Инстаграм, зайти все и именинный эфир поднести. Катя, как ты на это смотришь? Прямо на этой неделе, чтобы он был посвящен именно этому, потому что у нас, пока мы с вами учимся за март и полапреля, уже 7 именинниц. Прекрасно, в этом месяце поздравляю с прошедшим днем рождения, и вам в подарок Катя Спиридонова хочет подарить расклад, одну карту. Хорошо. Давайте так сделаем. Катя, ты как? Да, я всегда за. В Инстаграм, да? Да, здорово. Девчат, тогда я напишу в чате, когда у нас как-то все будет проходить, и мы приглашаем и именинниц, и всех остальных, чтобы поздравить еще раз дорогих именинниц и получить подарки. Ну, а сейчас я просто понимаю, что, Катя, очень много вопросов. Хорошо. Девчат. Да? Хорошо. Ну, карту дня нам, пожалуйста, можно сказать. Да, конечно. Давайте соностроимся, и все зададим вопрос внутри себя относительно тех ситуаций и того событийного ряда, который для вас сейчас первостепенен, важен. Поэтому сконцентрируйтесь немножко. Я хочу вам дать небольшую медитацию на день, и для этого мне бы очень хотелось, чтобы вы собрались со своими мыслями, либо мысли эти отпустили, соностроились с собой, со своим божественным телом, со своим внутренним голосом, и спросили себя, любимая, что мне сегодня откликается, что, какие важные желания я хочу реализовать, свои собственные, либо какие-то страхи преодолеть. И пусть эта карта, которая сейчас попадет нам, даст мне сигнал к действию, даст мне возможность для расширения моего сознания. Я тусую колоду и вытягиваю карту, которую мы сейчас сформировали, всем общим эгрегором. Вот каждая из вас, что-то подумав, интегрировала туда свою энергию. Потрясающая карта, друзья. Я, бывает, ее жду месяцами, потому что их сто в колоде. Она называется «Новое видение». Вы знаете, что сейчас на небе Тригон, Венеры, Марса и Юпитера. Венера – это реализация наших желаний. Юпитер – это новый статус в области знаний и постижения новых знаний. А Сатурн – это тот, назовем, гигант, который учит нас труду. Представляете, сейчас такая эпоха, такое время, водолеи, когда можно и нужно зарабатывать на знаниях, когда знаниями нужно наполняться. И это самое дорогое, что у нас есть, что дарует нам состояние просветленного ума. И Венера – это наслаждение жизнью. Это идти по жизни играючи, наслаждаясь каждым мгновением, наслаждаясь своим божественным телом, наслаждаясь жизнью так таковой. И в этом формате, в этом Тригоне у вас выпадает карта «Новое видение». Это говорит о том, что с сегодняшнего дня вы как-то по-новому можете себя позиционировать, чувствовать, ощущать, декларировать, зарабатывать. «Новое видение» – это карта просветленных людей. Представляете, и она сегодня для вас. Двенадцатый аркан – знак и символ номер три Юпитера, знаний нашего Учителя. Теперь вы все Учителя со своей уникальной тканью и энергией. Это потрясающе, потрясающе. Вы это заработали, каждый об этом сегодня подумал, и каждый поучаствовал в этом раскладе. Вот это то, с чем я хотела вас поздравить. У вас сегодня «Новое видение». И в течение дня все время вспоминайте эту карту. Случается какая-то ситуация, и вы говорите «А, у меня новое видение». Если вдруг какая-то как будто бы неудача, в кавычках неудача, вы говорите «А, я, допустим, опоздала куда-то, либо что-то не успела, либо какая-то сложная ситуация возникла, а, у меня же новое видение». И вы меняете фокус, меняете точку фокусировки на эту ситуацию, потому что вы знаете, что ситуация, проблема никогда не решается на уровне ее возникновения. И все время расширяйтесь, поскольку это процесс бесконечный. И у меня сейчас была именно такая коуч-сессия в течение недели, когда земля уходила из-под ног, и казалось «О, Пресвятая Дева, что за неудачи?» И на самом деле на каждой неудаче я практиковала новое видение. И сейчас жизнь просто развернулась на 180 градусов, друзья. Я такого счастья не испытывала никогда. Хотя сейчас по карте, как сказали все мои коуч-астрологи, у меня яма года. То есть это самое тяжелое и кризисное время в году. Друзья, оно мне подарило просто просветленное состояние сознания. Я сейчас нахожусь в самом эпицентре мира, в Лос-Анджелесе, в роскошной вилле. И меня окружают потрясающие люди. Я занимаюсь любимым делом. И изумительная погода. И просто вот счастья, огромное количество. Я приехала в Лос-Анджелес, меня встретило такое количество людей, что у меня расписана вся неделя поминутно. И это уникальные люди, которые тоже практикуют, которые тоже коучи, которые мечтали со мной встретиться много лет. И здесь я провожу каждый час коуч-сессии, общаясь с уникальными людьми. Вот так, друзья мои. Вот она яма мира, которая дает тебе возможность расшириться настолько, насколько твое тело энергонаполнено. Вот почему очень важно заниматься физической активностью, грамотной физической активностью, которая даст вам возможность те осознания, которые приходят в голову, интегрировать через тело и прочувствовать, как это, как это, как раз соединить тригон Сатурна, Юпитера и Венеры. Вот с этим вас всех поздравляю. Ну что ж, Оксана, я готова отвечать на вопрос. Спасибо. Да, у нас есть вопросы, Катя, и, наверное, Лена будет первой, да? Да. Да, вот так. Так, вам большое, что сразу дали слово. Катя, во-первых, здравствуйте еще раз. Я очень рада вас видеть, безумно рада, потому что ждала эту встречу. И так было, ну, как ребенок, разочарованно. Лена, вы представляете, из-за того, что вы декларируете негативную аффирмацию, когда вы сказали «разочарована», сразу же пропал звук. Видите, как пространство вторит вашим словам. Вы говорите «разочарована», а оно, хоп, вас и глушит. И дальше все, что вы сказали, я не слышала. Представляете? Я ждала вас так на практические занятия, и прям как ребенку хотелось плакать, когда поняла, что вас не будет с нами. Катя, я огромная ваша... Но это же ваша, Лена, милая, это же только ваша аффирмация. Если вам нравится плакать и расстраиваться, вы это делаете, вы от этого кайфуйте. Венера и Сатурн этому и учат. Катенька, занимаюсь по всем вашим урокам, и йога, это вот все, о чем я мечтала, йога, лицо. Вы такую придумали, такую придумали школу, практику, что добавить туда нечего. Просто вот сейчас с девочками говорите, как это рационально, можно немножко изменить, чтобы эффективности было больше. Катюш, не хочу спать время эфира, сразу к вам вопрос, потому что понимаю, какой вы профессионал, и никто из девчонок не ответит. Есть такая проблема на лицах, как вены, которые выступают очень сильно, это лоб или глаза. Скажите, пожалуйста, кроме... Ну, это очень некрасивый косметический, да, такой эффект. Что-то с этим можно сделать или никак мы не можем, кроме как загримировать это? Какие-то есть у вас наработки? Да, у меня много учениц, у которых капиллярные сеточки на лице. Могу сказать, они же следующие. Из собственных наблюдений, они уходят, скажем так, они нивелируются до определенного какого-то момента, может быть, на процентов 30. Если девчата практикуют антипаразитарную программу, умный детокс, плюс вот самомассаж лица, поскольку у всех разная причина возникновения и у всех разные анатомические особенности, но могу сказать, что мне 40 с лишним лет, у меня где-то тоже на носу выступали капилляры, но в зависимости... Вена, говорю про вены, вот как он... Про вены. Вены Джоли, такие крупные вены, когда проступают. Ой, да это же так сексуально, боже, это так красиво, мне кажется, когда выступают вены на шее, мне очень нравится, это показывает, ну, какую-то, не знаю, стать, красоту. Вот могу сказать, что на самом деле, если женщина гармонична, если она здорова, да, как быть здоровой, это удел каждой леди. И если вы нездоровы, это говорит о том, что вы изменяете тело и не хотите его слушать. Соответственно, да, у меня тоже выступают вены, потому что они у меня есть. Боже, ну мне так нравится, что они у меня выступают. И с каждым днём я просыпаюсь, и мне становится... Я становлюсь на один день старше. И моя внешность, да, она меняется, она меняется, да, у меня где-то там появляются морщинки, да, я каждую из них обожаю, потому что это моя мудрость, это моя чувственность. Боже, как классно! И купить себе килограмм тонального крема, чтобы замазать ещё одну морщинку, у меня вообще не возникает желания. Я даже больше скажу, чем старше я становлюсь, тем меньше косметики я использую, потому что вся эта косметика, она только немножко, как бы сказать, подчёркивает эти морщинки. Поэтому мне так нравится быть старше каждый день, быть мудрее. О, это так классно! И да, у меня вены на шее выступают больше, чем в 20 лет. Но мне кажется, у меня такая красивая шея. Катя, есть вены, которые идут через лоб, вот этот центральный вен. Да есть вены ещё, которые через анус проходят. Пожалуйста, это так здорово! Они через всё наше тело проходят. Вот я вам поделилась только собственным опытом. Нет, Катя, это большая проблема на самом деле. У тех девушек, у которых проходит эта большая вена, артерия. И я просто думала, может, есть упражнения, которые могут как-то нивелировать это. Потому что на самом деле операции не делают. Это очень сложная операция. Лена, Лена, нужно изучать первопричину, от чего у неё это возникает. Может быть, у неё жуткое закисление, и там вообще ничего трогать нельзя, пока она не пройдёт антипаразитарную программу. Поэтому что я могу сказать? Я могу проконсультировать эту конкретно прекрасную леди по причине возникновения. Я должна посмотреть на её лицо, я должна послушать её запросы, продиагностировать её режимность дня, её питание, причину следственной связи. А сказать какое-то общее, вот трогайте так, массируйте так, это, ну я же не шут гороховый, скажем так. Я просто сказала сейчас собственный опыт относительно своего видения. А дальше я готова пообщаться с этой божественной леди и непосредственно погрузиться именно в её запрос. Может быть, у неё и запроса-то нет, убирать эту вену. У меня очень много учениц, у которых есть варикозное расширение вен, но, как правило, это всегда проблемы с тазом, это всегда ротация тазовых костей. И здесь бесполезно делать фейс-йогу, пока ты не приведёшь в порядок подвздошные мышцы и поясничные, не разберёшься со своей поясницей. Поэтому я всё-таки предпочитаю работать вот непосредственно с тем, с той леди, у которой запрос, и её слушать, что она хочет. Потому что, ну потому что вот так это работает. Лена, вы знаете, а с вами я бы поработала ниже следующим образом. Вы знаете, у вас очень много негативных убеждений. У вас каждая фраза начинается с «не», расстроилась, плакала, это большая проблема. Вы, при том, что вы очень красивая, очень сексуальная, сексапильная, умная, энергичная, но у вас каждое слово самоограничение. Мне было бы очень тяжело, если бы я жила вот с такими ограничениями. Я бы, наверное, чувствовала недостаток свободы, счастья, радости и удачи. Потому что каждая фраза блокируется с «нет», 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 «с несчастья». Вот обратите на это внимание. Для того, чтобы сформировать позитивное мышление, нужно каждый раз говорить аффирмации. Потрясающая ситуация, удача, большая удача, я так счастлива, мне так везет, мир мне помогает, вселенная изобильна. Нужно тренировать йогу ума, это очень-очень важно, это 30% успеха. Вот что мне откликнулось, буквально за минуту коммуникации. Спасибо, у меня уточнение. Правильно ли я поняла, просто, возможно, у нас еще будут такие, да, подобные вопросы, вот касаемо этой вены на лбу. То есть мы, как мастера физ-йоги, чем можем помочь человеку? Порекомендовать обратиться к специалистам, да, вот этот подойти к холистическим подходам к такой ученице. Конечно, может быть у нее смещен седьмой шейный позвонок, и за счет этого возникает гипертонус в шейном отделе, и за счет этого блокируется кровообращение по вине, и может быть от этого она выглядит как-то неэстетично. Да вы что, это нужно исследовать позвоночный столб, внутренние органы, может у нее опущение внутренних органов. И вообще, причину следственной связи, что с ней на данном этапе происходит, почему, может быть это психосоматика, а может быть у нее вообще запроса нет что-то менять. Это, ну, но это, это же целый мир. Ирина, вот это и хотелось от вас именно услышать, в каком ракурсе двигаться, потому что на самом деле это большая проблема на сегодняшний день. Двигаться от любви к ученице, просто со-настраиваться с ней и говорить, я так, я так хочу тебе помочь, я открываю тебе сердце и со-настраиваюсь с тобой, и вы знаете, у вас тогда откроются ситхи, сверхспособности, вы начнете читать мысли. И вы, когда на ученицу настраиваетесь, вам подгружается информация, почему, почему с ней это произошло и каким образом вы можете ей быть полезны. Я поняла. Катерина, благодарю за ответ. Следующий вопрос Вики. Берем уже возраст взрослых дам от 50 и старше. Все-таки у всех пластика, да, насущно пластика верхнего века. Скажите, пожалуйста, сколько, вот я понимаю, что нужно попробовать фейс-йогу, нужно сколько попросить не делать пластику, чтобы увидеть результат? Или все-таки ваша рекомендация будет такова, что века мы сильно не приподнимем уже, когда большой возраст? И хорошая пластика, легкая верхнего века, а потом поддержка, это будет честно, справедливо, и мы не будем обманывать клиента. То есть какие шансы у нас все-таки поднять века, ну, если нету супергенетических каких-то данных, да? Могу рассказать историю из жизни. Я вот как раз сейчас живу в Майами, и здесь у меня большое количество учениц, которые говорят, ой, Катя, вы знаете, такая сильная течность, ой, вы знаете, так сильно нависает верхнее веко, вы можете для меня что-то сделать? Я говорю, конечно, давайте пробовать, давайте пробовать, ведь блажен кто верует. И я стала проводить им массажи, стала делать с ними йога-практику. И вы знаете, на что я обратила внимание? Я взяла одновременно в коуч несколько учениц, но результаты были настолько разные, и я стала изучать, почему у кого-то результат уже на неделю, а у кого-то несколько месяцев, а результата нет. Но все зависит от того, что вот тех, у кого не было результатов, одна прекрасная леди в огромном количестве употребляла рыбу, в частности селедку, от которой у нее просто постоянная отечность. Вот хроническая отечность, она все время ест какие-то мидии, вот все, что самое кислое, самое вредное, все, что самое губительное для иммунитета. Вот она, более того, вы знаете, еще в Флориде, там такая интересная климатическая зона, там большие перепады давления, очень высокая влажность и склонность у людей к отечности. Там у каждого второго отекают ноги, я сама это проходила, поскольку там живу уже давно. И, соответственно, то же самое на лице. Представляете, мало того, что там и так склонность к отечности, высокая влажность, так вы еще вкусили накануне супер кислых продуктов, таких как рыба, селедка, вот эти вот всякие мидии, устрицы. И у вас на лице бог знает что. Потом, вторая, у которой был плохой результат, она каждый день выпивает по пол бутылки вина и считает, что это нормально. То есть вино на радость нам дано. А то, что это самая закисляющая жидкость, которая просто нивелирует процесс хорошего кровообращения и лимфотока, Соответственно, что я могу сделать, когда девчата сами, скажем так, сами позволяют себе то, чего я избегаю. Вот, наверное, так. Поэтому все зависит от вашего режима, от вашей режимности дня, сколько вы практикуете, что вы едите и где вы живете. Поэтому результаты у всех разные. Но я хочу сказать, что все они, вот что их объединяет, все они стали адептами фейс-йоги, практики самомассажа лица. И теперь это их неопъемлемая часть жизни. Они просто кайфуют от того, что доставляют себе удовольствие, вот просто себя трогая. Кто-то обучил своих возлюбленных, своих родственников. И они продолжают это делать. В общем-то, это уже хорошо. Это уже здорово, на мой взгляд. Такие вот, как профессионал, сколько, если и приподнимется века, вот какой интервал времени нужно, если делать массаж, сколько месяц, там, три недели, четыре недели, больше. Вот бывает человек говорит, я иду делать пластику. Говоришь, подожди, подожди, дай время. Говорят, сколько время дать? Ну, давайте, не все клиенты вот такие одухотворенные. Лена, Лена, милая, а что, почему ты хочешь их останавливать делать пластику? Да пусть иду делает пластику, если им это счастье. После пластики можно делать фейс-йогу, пожалуйста. У меня, может быть, в Майами 80% учениц делали себе пластику, но они все практикуют фейс-йогу. Это же, если я себе что-то отрезала, это не значит, что я перестану заниматься йога практикой. Понятно, но пластику мы всегда сделать успеем, просто вот какой период по вашему... Лена, если ты будешь брать на себя такую ответственность и что-то обещать, понимаешь, тебя потом распнут, если ты это не сделаешь. А все зависит от мотивации ученицы, от ее образа жизни. Я же говорю, что я занимаюсь двумя ученицами месяц, у одной результаты сногсшибательные, а у другой результатов нет. Но обе они стали адептами фейс-йоги навсегда. У них нет ко мне претензий. То есть они готовы практиковать всю оставшуюся жизнь. Одна ест селедку и пьет вино, а другая проходит антипаразитарную программу и сидит на веганстве, как я. Вот и все. Да. Хорошо. Еще очень такой на сегодняшний день актуальный вопрос – воспаление тройничного нерва. Потом перекос идет лица. Правильно. Врачи, кто-то говорит, нужно делать инъекции, колоть, подшивать нити. И все-таки, когда можно вернуться к массажу? Вот по вашему опыту, если опыт есть, когда нужно, если будем от традиционной медицины отходить, и все-таки, если у вас есть такой опыт, и знать, что если мы раньше начнем и будем делать, будет польза. Я считаю, что проблема, когда застужается троичный нерв, это всегда первопричина в слабом иммунитете. В первую очередь, это закисление организма, это неправильное питание. Во-вторых, нужно смотреть, что с позвоночником. Нужно делать йогу, потому что наша осанка, если она в норме, если все позвонки на месте, то у нас нервы не воспаляются, позвонки не защемляют нервные окончания. Соответственно, в первую очередь посмотреть, что у прекрасной леди с позвонками, с внутренними органами, с системой питания, а потом уже вопрос был, что сделать еще раз. Когда можно к массажу приступать, вот какой период? Когда сходит острый период, бывает у кого-то за два месяца, извините, пожалуйста, не помешаешь, бывает за два месяца восстанавливается лицо, а бывает и шесть месяцев проходит, а лицо не восстанавливается. Да, я предлагаю ниже следующее, то опыт, который у меня был, ученицу, у которой был сильно воспален троичный нерв, она прошла антипаразитарную программу, она каждый день пила содовый коктейль, и даже во время обострения мы делали с ней фейс-массаж, и где-то за неделю у нее все прошло. Да, с антипаразитарной программой, то есть строгая жесткая диета, никакой молочки, никакого алкоголя, естественно, только вот антипаразитарная программа и мягкие самомассажи, настолько, насколько тело пускают, насколько тело позволяет, так с ним и работаете. Катерина, еще один вопрос. То же самое и с седалищным нервом. Платизма, когда особенно работа из шеи, она неровная, какая-то мышца напрягается больше, какая-то меньше, какая-то прям одна выступает очень сильно. Мы делаем все равно упражнения одинаково на всю шею. Не нужно что-то добавить, когда есть явный перекос этой платизмы. Может быть, попросить Маргариту включить какие-то дополнительные, я всегда думаю, но если здесь идет напряжение сильно, значит, это напряжение идет откуда-то с другого места. С поясницы, как правило, да, как правило, с ротацией тазовых костей. И делать нужно массаж подвздошных мышц и массаж брюшной полости. Конечно, если что-то асимметричное, и вы чувствуете, что нужно вот проработать именно левую сторону, так и делайте. Тело всегда подскажет, если вы с ним соностроитесь, оно всегда подскажет. Абсолютно верно. Доверяйте своей интуиции, конечно. Конечно. Но если болит шея, причина всегда в пояснице, потому что шея – это уже периферия состояния почек, тазового дна и непосредственно подвздошно-поясничных мышц. Это очевидно. То есть это даже целителем можно не быть, но это ясно, это же все ясно. Лена, спасибо огромное. Последний вопрос. Нет, да, пожалуйста, последний. Потому что девчата руки тянут, уже тоже хотят. Потому что знаю, что Катя прошла это все на себе. Катерина, скажите, пожалуйста, копчик. Я вот просто все смотрела, и вы говорите, что вы очень много над собой работали не благодаря, а вопреки тому, что как бы дала природа. Очень тоже многие жалуются, копчик, болезненное место вокруг, особенно перед месячными, и традиционная медицина никому тоже не может помочь. Что происходит? Может быть, вы с этой проблемой тоже сталкивались? Да, только что, буквально вчера. Под вас полет это место? В каком ракурсе с девочками работать? Поменьше есть, перейти на веганство и делать массаж живота. Буквально я вчера с этим столкнулась. Ко мне вот пришла именно ученица. У нее так же, как у меня, сломан копчик. У нее тянущие боли во время менструации. И все, что я ей сказала, просто она ест в таком количестве, что нет в этом никакой необходимости. Соответственно, массаж живота и вот правка внутренних органов. Пожалуйста, вы даже можете сделать, я покажу, если у вас нет эко-бола, вот такой чудесный кирпичик под мочевой пузырь, и прекратить есть токсичную пищу, вообще прекратить переедать. Это уже должно быть с годами негоже. Знаете, как светская лидия негоже желать приятного аппетита, поскольку аппетит – это следствие распущенности. Да, вот как не держать осанку. Аппетит – то же самое. Его нужно усмирять. Вот как за речью нужно следить, как за манерами своими нужно следить, так и за желанием питать свое тело осознанно тоже нужно следить. И все-таки наше божественное тело должно быть красивым и стройным. Я говорю, должно быть, но так природой заложено. Поэтому, девочки, чем больше вы переедаете, тем больше болячек в нашем теле будет накапливаться, потому что пища токсичная, что может сделать? Добавить нам жир. А жир – это всегда огромная нагрузка на иммунитет. А нагружая свой иммунитет, мы начинаем болеть. Вот с тех пор, когда я стала практиковать праноедение, я вообще забыла, что такое болезнь. И я больше никогда не вернусь в свои плюс 25 килограмм, которые у меня были когда-то. Я вспоминаю об этом как о страшном сне. Больше туда никогда. И нет такой еды, нет такой еды в этом мире, ради которой бы я променяла на свое здоровье. Я попробовала все вкусы, это все в прошлом. Я всего наелась. Вот это точно работает. С тех пор, когда я отказалась от токсичной пищи, у меня больше никогда не болит живот, у меня не бывает тянущих болей, не бывает воспаления ни троичного нерва, ни седалищного. И мне это очень нравится. При том, что вес у меня всего 43 килограмма. Так классно, так легко. Вы стали пробовать под мочевой пузырь, я не совсем поняла это каким образом. Вы знаете, у меня на канале «Экологичное тело». Все это видео подробно записано в виде влогов. По одной-две минутки. Прямо заходите, все бесплатно, все, девчат, для вас. Для вас снимала, всем, чем живу. Провожу коучинг для девчат каждый день, каждый день. И каждый день по 10 видео загружаю на канал. И все бесплатно, все для вас. Все, Катерина, приятно пообщаться. Мне тоже, Лена. Я думаю, что ваш талант нужно нам в Академию интегрировать обязательно, потому что вы кладезь. Вы обладаете таким потенциалом, что у меня прямо слюнки текут. Оксан, я думаю, что у нас это с тобой в тандеме и взаимно. Надо с Леной обязательно общаться на предмет, партнерство. Да, я думаю, мы еще продолжим общение. У нас впереди еще и весь май, и весь июнь, и полиюля. Отлично. Обязательно. Ура. Сейчас еще у нас на очереди Елена руку поднимает. Лена, это, наверное, ты. Так. Все, тогда кэмбат. Кэмбат, какое у вас имя красивое. Здравствуйте, Катя. Я рада вас видеть. Я вот с вашей помощью хотела разграничить понятие самомассаж, гимнастика для лица, йога для лица, фейс-фитнес. Я понимаю, что фейс-йога – это объединение телесных, дыхательных практик, самомассаж, гимнастики для лица. И вот в каких случаях у нас гимнастика для лица идет, в каких случаях самомассаж идет. И вот 21 уроки, да, вот по какие уроки у нас гимнастика, по какие сама массаж, немножко мне непонятно. Так это и есть компиляция. Это же компиляция. Где-то и акупунктурные техники, где-то и букальные, где-то танцевальные. Это же и есть компиляция. Фейс-йога – это компиляция вот как раз этих направлений. Где-то что-то взятое из кинезиологии, где-то из остеопатии, где-то из восточных танцев. Если ты хочешь взять отдельный урок и разобрать каждое упражнение, откуда оно взято, если ты хочешь это сделать так, я тебе самой и предлагаю это сделать. Вот, собственно, так. Это равносильно, если ты придешь, допустим, на балет и рассмотришь какой-то этюд и начнешь его препарировать. То есть я не совсем понимаю, зачем тебе это нужно. Ты хочешь систему либо методологию описать как-то подробно. И если есть у тебя такое желание, такой талант, здорово, давай посотрудничаем. Мы всей школой поможем тебе в этом, и ты можешь вообще эту нишу занять и в ней развиваться. Это потрясающе. Но просить меня делать то, что не совсем мне откликается, это, наверное, бесполезно. Может быть, я что-то не поняла. Просто, когда рассказываешь о фейс-йоге, да, вот людям, им непонятно, что это. Это самомассаж или гимнастика. Вот как-то... Вот я тебе уже ответила. Сразу вот не получается. А ты говоришь, что фейс-йога – это компиляция нескольких направлений. Это объединение танцевальных практик, акупунктурного массажа, букального. Угу. Угу. Допустим, статичных движений. Самой йоги, асан. Вот, собственно, так ты и декларируешь. Катюш, можно я добавлю пару слов для Кэмбат? Вот, Кэмбат, если я ошибаюсь, то можете меня поправить. Мне показалось, что хочется разобраться, что где есть, да, вот как это изучать и как людям говорить. Вот сейчас Катя очень красиво сказала, что есть фейс-йога. Да, вот эта вот компиляция всего. Чтобы разобраться в наших материалах, давайте я вот такую подсказку дам. Онлайн-курс Екатерины Спиридоновой «Фейс-йога-21», который называется. Вот это компиляция всего. Это сама фейс-йога, которую Катя, собственно, и прожила, и вот эту методику сформировала сама. Вот это всё там. Фейс-йога-21. Там есть и техники самомассажа, и акупунктурные. И вот всё, что сейчас Катя перечислила, всё в этом тренинге, в этом курсе есть. Что делаем мы с вами? Мы берём и методичненько по частям это всё изучаем. Раз Катина методика заключается в том, что она компилирует разные направления, то мы берём эти направления и изучаем. Вот мы взяли йогу. По одной асане на каждую чакру выучили, чтобы усиливать эффект от упражнений. Но это минимум, да, вот для тех, кто вообще с йогой не знаком. По одной асане на каждую чакру, чтобы компилировать потом. Вот. Те, кто погружён, пожалуйста, там от Маргариты стрижнёвый урок, там глубина, ширина, это всё есть. Мы берём техники самомассажа и отдельно тоже изучаем, как, что там правильно делать. Вот. И когда вы смотрите уже курсы из йога-21, вот там всё вместе сложено, а теперь мы изучаем по очереди, разбираемся в каждом. Да, на том уровне, на котором вам будет достаточно, чтобы учить этому других, да, и чтобы ваши ученицы получали эффект. То есть наша задача сейчас не выпустить уже таких же гуру, как Екатерина Спиридонова. Катя к этому ушла десятки лет. И за три с половиной месяца, конечно же, невозможно вам достичь такого же уровня, как сейчас у Екатерины. Мы даём базу. Вот база — это то, что вам достаточно, чтобы преподавать, начать. А дальше уже каждая будет углубляться в это всё, набираться опыта. И, как я вам уже сказала, у нас будет клуб, в котором мы будем повышать навыки, да, ваши, квалификацию. Вот таким образом. Кымбат, мы ответили с Катей вдвоём на этот вопрос? Окей, отлично. Тогда идём дальше. Это Гульнара, хочется спросить. Так здорово. Вот каждый в своём, конечно, уникален. Каждый своё видит. Ой, девочки, вы просто золото. Так хочется всех в Академию как-то интегрировать, чтобы каждый там нашёл свою нишу, чтобы каждый там что-то курировал своё, то, что ему интересно. Хорошо. Я, девчата, слушаю вас. Гульнара, пожалуйста. Здравствуйте, Екатерина. Девочки, здравствуйте. Я, знаете, что хотела сказать? Что я тоже долго обучалась на массажиста в Таиланде. И там тоже несколько направлений. Там много направлений идёт. Потому что одна школа... Академия Ватпо? А где вы именно обучались? Вот. И несёт направление массажа, что массаж должен проходить без боли. Второе направление, что массаж должен приносить приятную боль. И третье направление, что к исцелению через боль. И вот, знаете, я настолько практикую уже, да, у меня много клиентов на массаже. И я поняла одно. Я все эти практики изучила и больше подобрала себе практику, что к исцелению через боль. Отлично. Мне очень нравится. Мне тоже очень близко. И я тоже понимаю, что в этой школе тут дают много направлений. И ты уже для себя сам принимаешь, какое вот ты хочешь направление. Поэтому я хочу сказать, что да, это не всё сразу приходит. Это всё приходит постепенно. Поэтому будем учиться, будем стараться и для себя свою практику принимать. Конечно. Конечно, родные. Прекрасно, Гульнара. Мне очень приятно, что вы поделились своим опытом и ощущениями. Мне тоже нравится и наслаждаться, и боль испытывать, и эту боль растворять. всё нравится. Я говорю, что мы с мужем сейчас практикуем новое направление. Это правила. Это старостной практике. Это не новое направление. Этой практике больше шести тысяч лет. Да, да. И там тоже. Вот знаете, когда приходят, например, клиенты, они говорят, о господи, мы боимся только одного вот этого вот инструмента, что как будто на дыбе тебя разорвут сейчас. А на самом деле там тоже идёт исцеление, через боль. Конечно. Точно так же и удары розгоня. Это тоже от большого. Кто-то примет для себя вот просто поглаживание, да, кто-то примет для себя более глубокие техники. Вот испытывая на себе, да, я, конечно, более жёстко люблю. Вот. и понимаю то, что накипевшие мышцы мои, я за 45 лет лицо не трогала. Я не знала, что можно трогать лицо. Благодаря вам только я поняла, что его нужно трогать. И лимфоузлы тоже нужно трогать. А всё время я думала, что лимфу мы не трогаем, мы только поглаживаем. Нет, оказывается, лимфу тоже можно массировать. И вот благодаря вам тоже я это приняла. Направление. Всё, девочки, спасибо. Не буду занимать время. Тебе спасибо за опыт и за желание поделиться. Ты нас тоже за счёт этого расширяешь. Яна, следующий вопрос твой. Татенька, здравствуйте. Здравствуйте, милая. Хотелось бы поблагодарить вас ещё раз за вашу вообще методику обучения, вообще за вас. Здорово. Ой, такая классная. И хотелось бы просто спросить, да, вот я сейчас тоже, я вообще по другой области, в принципе, ещё обучаюсь интимному фитнесу. Прекрасно. А почему по другой? А почему по другой области? Да, вообще по волосам, Катюш. И я, в принципе, сейчас начинаю как-то их уже интегрировать в фейс-йогу, да, они, в принципе, сами интересуются, очень спрашивают, да, и им очень нравится то, что я рассказываю, даже тот самый массаж, который вы показали, вот там, начиная с плечиков, да, вот это разминать, потом там вот шею, да, вот эту, и третий, вот это, да, глаз, вот эта зона. Им очень всем нравится, всё классно, здорово, но они ленивые очень такие, да, уже там в возрасте, которые такие женщины, да, они как-то, я вот даже не знаю, как им объяснить вот саму пользу, да, что от занятий, что в принципе нужно заниматься, я не знаю, как им вот это объяснить, да, правда, они там говорят, ну да, мы там всё понимаем, мы там видим, что ты там такая классная, и там твоя энергетика, и там ты, и, ну блин, они говорят, мы, наверное, типа не будем делать, да, что вот как-то вот так, и я не знаю, Ну в этом и твоя ценность и преимущество, в том, что ты их мотивируешь и делаешь вместе с ними, и наращиваешь таким образом и новые нейронные связи, которые отвечают за их физическую активность и интеллект физического тела. В этом-то и есть твоё преимущество и твоя ценность, на этом-то ты и зарабатываешь, ты говоришь, миленький, позвольте вот в подарок с вами позаниматься. Я раньше так и делала, я подходила всем и говорила, господи, позволь мне просто сделать тебе массаж лица бесплатно, давай вместе его сделаем, вот давай вместе, вместе. Раз сделали, два сделали, три месяц, два, три, четыре месяца, а потом она уже говорит, Кать, приходи и делай, и у меня есть на это бюджет. Вот так оно всё и происходит. Спасибо. Ну, я бы прямо сейчас... Ты из себя начни, ты же не можешь это не делать, не можешь, ну так и найди партнёра, с кем это делать будет веселее. И этот партнёр с радостью с тобой поделится в перспективе. Ты даже об этом не думай, так оно и произойдёт. Ты просто абстрагируйся и говори, что я просто хочу полюбить ваше лицо и своё заодно. Спасибо. У вас такая энергетика сумасшедшая, у меня же... Слёзы счастья, да, у меня тоже. Это у тебя. Это у тебя энергетика сумасшедшая, а я только твоё зеркало. Приёмник работает на полную, Яна, прям вообще, это чувствительство. Да, я что-то тоже я жрём. Смешная. Спасибо. Хорошо. Ну что, Оля, тебе слово. Давайте, пожалуйста, знакомиться. Привет всем, Катюша. Большое спасибо за карту. Это я её выпросила у девушек, потому что я вас прерывновала к первому потоку. Говорю, ой, как это, им давали карты, и нам нет. Большое спасибо за карту. И тоже я хотела поделиться, что я с самого начала, как начались курсы, даю уроки в Красный Крест. Я записалась волонтёром. Умница. И у нас там есть такой отдел, где именно мы занимаемся с женщинами, у которых есть проблемы, у одних есть, у других нет. Олечка, а где ты живёшь, в какой стране? У меня есть 7 групп. В какой стране? Я с первой, как мы только начали, я вообще ничего не знала. Оксана мне говорит, ты за неделю ничего не выучишь. Но я вот так, как я делала 21 день, ёлку, вот я пришла, села перед ними и сказала так, сейчас мы будем делать всё, что мне придёт в голову. И мы это сделали. Они сначала все пришли в куртках, вот так им было вроде бы так, но потом они все вышли радостные. Первая с женщинами сказала, меня перестала болеть голова. Они все прямо рады. И уже на последнем уроке, вот 7 группа у меня была в четверг, девушки были помоложе, они прямо так заинтересовались и мне сказали, Оля, если ты будешь давать платные уроки, мы к тебе запишемся, пожалуйста, сделай это, и мы будем к тебе ходить. Я прям была вся в восторге. Я тоже с радостью к тебе запишусь на практику, поскольку всегда учусь у других мастеров, потому что каждый в себе несёт свою искру, свою божественную энергию. Оля, из какой ты страны? Из Испании. Здорово. А город? Я живу на Тенерифе, но сейчас я на 48 временно. На Тенерифе я тоже жила там почти год, и за год не было ни разу дождика. Здорово. Это хорошие тоже. Ну, поэтому он высох немного этот остров. Но я тоже так вот два года, я там живу, и за два года два раза был дождь. Но Калима, знаете, что такое Калима? Да, этот висок был такой один раз, что сто последних лет мне было. Я говорю, да, даже такой, я приехала, и до сто лет мне было такой Калим. Здорово. Хорошо. Большое спасибо, Катя. Я еще хотела сказать немножко насчет, вот здесь у меня уже спрашивают, вот 21 день, как можно все это перевести на испанский язык, и как можно это все здесь внедрить в страну? Потому что мы знаем, что европейские законы, они немножко другие. Как можно все это сделать на правильном уровне? Так это нужно уже начать делать. Ты начни делать, а мы скорректируем. Конечно, нужно это все переводить на испанский язык, и ты будешь. Потому что я уже девочек из Барселоны с Тараса ждать. Давно пора. Мы все тебя ждали, Оля. Хорошо. С кем нужно говорить? С Оксаной или с кем, чтобы начать этим заниматься? Да, конечно. Я прямо вот сейчас думаю, что тут разные могут быть направления. То, что вот у меня сейчас идет. Давайте возьмем эту тему на обсуждение. Было бы очень интересно, потому что люди спрашивают, и, например, этот 21 день, он как бы очень хороший скачок, так скажем, для того, чтобы потом вести другое, как сказать, или уроки, или эти же курсы, и все это. Да, очень хорошо работает, когда онлайн-курс покупают, и потом с мастером прорабатывают. Вот это прям идеальный вариант. Да, да. И вот, например, фирмы здесь, вот я разговаривала с некоторыми, потому что я видела очень хорошее такое окно, например, как те люди, которые работают без дома. И, например, фирмы очень следят за тем, чтобы их работники были в хорошем состоянии, так скажем, да? И их очень интересуют вот такие пакеты. Чтобы вот был пакет, так скажем, 21 день, и пришли и сказали фирму. Вот столько. Я вот говорила с одним директором, он говорит, если ты мне принесешь пакет, и скажешь мне, например, 45 евро с работника, я с удовольствием заплачу и у тебя его куплю. У Кати есть даже специальный курс. Катя, я правильно помню? Фейс-йога для офиса. Да, есть. Прям вот был такой курс у тебя, да? Да. Где в обнимку с компьютером можно делать самомассаж. Вот я вижу, девочки пишут в комментариях, что хотят перевести на немецкий язык и тоже спрашивают, как это начать делать. Оксана, нам нужно будет обязательно провести эфир на предмет приглашения партнеров для перевода на все языки мира. Курс и какие у нас правила, и чем мы можем посодействовать, и что требуется от партнеров. У нас вот как раз сейчас это самая первостепенная задача. Так, хорошо. Да. Что, время-то у нас подходит к концу. У кого еще остались вопросы? Оля, или я тебя перебила? Спасибо большое. Всем хорошего дня, девочки. Увидимся в Устании, родная. Будем вместе проводить прикрытие. Здравствуйте. Здравствуйте. Катюш, очень рада вас видеть. Здравствуйте. Я тут не сразу подключилась, видела вас, не сразу только слышала. Вот. Я хотела спросить, может быть, был этот вопрос, и я просто пропустила, не знаю. Скажите, пожалуйста, ну, понятно, что чем позже женщина начинает заниматься, тем менее будут видимыми результаты, да? Но, тем не менее, а может, наоборот, как раз больше будет результат. Как раз наоборот, как раз наоборот. Чем где женщина дольше не занималась и с непривычки начала заниматься, у нее результат будет ошеломительный. Ага, ага, понятно. То есть, ну, чаще всего много у нас все-таки в России женщин, которые, вот как говорила предыдущая, я забыла, девочка, что лень, вот не хочу. Да нет, это твоя иллюзия, Катюш, это только твоя иллюзия. Очень многие не привыкли, действительно, уделять себе внимание. Да нет, это твоя иллюзия. Махнуть рукой, ну, так как в России собой занимаются женщины, нигде, ни в одном мире так не занимаются. Вот я могу сказать из собственного опыта. В России такая благодатная почва, просто, самая благодатная. Хорошо. То есть, по большому счету, если женщине за 50, за 55, результат, ну, он будет, да? Это самое время, потому что до этого у тебя нет времени. До этого тебя интересуют институты, муж, дети, что-то еще. А после 50 это самое время для себя. И еще, Хатюш, вот такой вопрос конкретный. Руки и шея у нас самые все-таки уязвимые места у девочек, да? Чаще всего это вот, ну, выдает возраст. Я смотрю на вашу шею и просто восхищаюсь. Не знаю, понимаю, конечно, сколько лет вы занимаетесь йогой, поэтому я вот хотела сказать, что в процессе занятий возможно лицо понятно, что, мне кажется, лицо, оно легче все-таки приходит в форму, чем шея и руки. А вот само состояние рук и шеи, оно подтянется все-таки? Оно станет лучше, скажем так? Если я за собой слежу, поддерживаю культуру тела правильным питанием, системой практик, самомассажами, я всегда буду в позитивном сознании и всегда буду влюблена в себя, излучать позитивную энергию. Если я к себе созидательна, такой у меня и результат. И что руки, что шея, вот они вместе со мной каждый день становятся старше. Потрясающее ощущение, потрясающее. Мне так нравится. А дело о принятии себя, да? В любом случае, я просто принимаю себя. Да, но многие принимают себя, как бы, скажем так, принимают себя, всегда смотрите в зеркало, конечно же. Вот 30% принятия себя, 30% это объективно, я смотрю на себя в зеркало, нравлюсь я себе или нет, что с моим телом, и 30% это внутреннее здоровье, то есть вы можете сами себя продиагностировать. Спасибо. Спасибо большое. Рада была. Катя, мне тоже, девчат, мне тоже очень приятно, и тезки, и рыжеволосые, бестии, красивые. Рыжеволосые, это всегда страстные женщины с большим количеством огня. Я очень благоговею к этой энергии, к этому первоэлементу, именно поэтому всегда живу в жарких странах, и даже вот сейчас в Лос-Анджелес 30 градусов, вот для меня это очень важно. Поэтому, Катя, а у вас много огня, это люди, которые очень attractable, которым легко притягивать внимание, мотивировать, и у них есть энергия, которую они могут шерить, как говорят американцы, делиться. Поэтому делитесь своими знаниями и позитивной энергией. И следите за... Я хотела сказать, что Катя вообще играет сакральную роль в моей жизни. В моей жизни были Катя, мои психотерапевты, теперь Катя Спиридонова. Здорово. Катя, это... Спасибо. Катя, карма имени Катя, это профессионалы и люди, которые ответственно относятся к своим должностным обязанностям. Это всегда профессионалы высокого уровня. У них карма ответственности. Спасибо большое. Спасибо за приятные слова и за ответы на вопросы, Катюш. И вообще за то, что вы есть. За то, что вы есть. Спасибо вам. Девчата, спасибо. Благодарю вас за то, что вы есть все такие самобытные. Как здорово, что мы собрались все в одном поле. И просто даже вот ничего не говоря, а будучи в этом поле, мы друг друга усиливаем своими вибрациями, своим сознанием, своим мировоззрением. И вот сейчас объединилась фактически весь земной шар. Это потрясающе. Это потрясающе быть с вами в одном поле. Спасибо. Да, хорошая. Ну что, давайте последний вопрос. Ваше время уже вышло. Вот я вижу, руку подняла у нас Валентина, живет. Валя, последний вопрос твой. Спасибо. Кать, добрый вечер. Очень рада вас видеть. Хотела вас поблагодарить за вашу программу, которую я проходила. Она мне, знаете, дала уверенности в себе и наполненности как женщины. Я хотела спросить, вот если у человека есть грыжи в поясничном отделе и в шее на грудном, спокойно заниматься. Конечно, если есть в пояснице грыжа, всегда будет и в шее. Так. Да. Можно спокойно заниматься фейс-йогой или есть какие-то моменты, на которые стоит уделить как-то там отдельное внимание? Я стала заниматься фейс-йогой именно потому, что у меня грыжа в поясничном отделе и в шее. Вот. Что не убьет, то сделает сильнее, я себе сказала. И думаю, ну хуже уже, как сейчас нет. Ну что я не могу ни разогнуться, ни наклониться. Ну что у меня постоянные мигрени из-за того, что защемляются там нервные окончания, из-за того, что грыжа в шейном отделе. Но мне уже нечего терять. Я и так полуинвалид. Какая мне разница? Буду делать то, что тело интуитивно подсказывает. И просто вот стала в йогу интегрировать самомассаж, вытяжение. А потом тело становилось сильнее и сильнее. Я стала более экспрессивно это делать, более эксцентрично. А потом уже по ощущениям. И одновременно всегда делала и правку внутренних органов, и делала провилы, вытягивала позвоночники, ходила к остеопатам, и костоправам, и постоянно делала растяжку, и плавала, укрепляла позвоночный столб, и бегала, и на пуантах прыгала, и в какой-то момент подумала, ба, да я просветлела. Какая-то есть опаска, потому что человек говорит, а не сделаю я себе хуже, как ей порекомендовать, чтобы и не отказаться. Все правильно, это ограничение ума. Ум, он всегда перестрахуется, он всегда скажет, ой, да нет, 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 не надо, не надо. Вы на самом деле показываете собственным опытом. Никому навязывать не нужно, а вы своим опытом, просто делитесь своим опытом, и не нужно брать ответственность за либо чужую лень, либо чужие страхи, либо чужое нежелание. Вы можете только показать своим опытом, вот у меня было так, стало так, вот через этот опыт я могу провести, а кого-то пушить и говорить, так, делай я тебе, вот такой результат обещаю. Это слишком агрессивно, это не экологично, это не мой путь, я никому не навязываю. Я никому не навязываю, хотя мне свойственно, поскольку, вы знаете, есть такая наука соционика, и есть психотипы личности. Вот у меня как раз первовольное. Это люди, которые никогда не отступают от намеченных целей. Но как особенность этого психотипа они всех продавливают. Вот никогда я... Вот я для себя сделала вывод, что давить не нужно, следует помочь где нужно, а вот давить – это, как правило, неблагодарное дело. Поэтому будьте экологичны по отношению к своим ученикам и последователям. Если они не готовы, вам интуиция подскажет, как их воодушевить. Но все-таки решение за вашим учеником. Если он не готов, и ему нужно больше времени, дайте ему это время. Но любить себя через касание, через любовь к телу, через его созидание – мне кажется, это экологичный путь. Поэтому так или иначе они обречены и все равно придут к этому. Вы знаете, я как-то работаю со своими клиентами, то у меня вот как-то проросло вот ваше слово «экологичное». И я вот это часто говорю, экологичный подход к себе, к своему телу. И они как-то это слышат. И, наверное, потому что я как-то сгармонизирована над это, на ваши вибрации после курса. И они как-то располагаются. И мне это так нравится. И я вот в последнее время, у меня был опыт работы, в страховой компании, когда нужно было убедить человека, ну, как бы прессово продавить. Я от этого уставала. Сейчас я работаю со своими клиентами, свой круг. Именно столько гармонично после вашего курса. И я вот это выстраиваю по отношению к ним. И они мне стали говорить, что с тобой очень приятно именно в работе, как просто, ну, не навязывая, знаете себя. Мне хочется, чтобы ей было гармонично с тобой, от того, что она такая. Ну, насколько я могу ей это дать. Я вам очень признательна, Катя, насколько все ложится. И самое главное, что вот эта гармония для себя, как бы статус себя, как женщины, для меня это вообще супер. Спасибо огромное. Спасибо, родные, вам за теплые слова. Катя, Катя, Валя, простите, пожалуйста, перебью. У меня, как у методиста, есть что здесь добавить. Можно? Добавьте. Хорошо. Смотрите, мы говорим о том, что методика Катерины Спиридоновой имеет холистический подход. И мы с вами с этого и начинали. И вы знаете, кто такой нутрициолог. Многие из вас консультацию, да, уже на себе испробовали. Вы знаете, кто такой остеопат. Тоже вы консультировали, задавали вопросы по поводу своих каких-то задач, задач, да. И вы знаете, кто такой психолог, что такое психосоматика. И вот всегда вспоминайте об этом, что методика, которую вы несете людям, она в холистическом подходе. Если к вам приходит человек с проблемами босоночника, значит, к кому порекомендуем? К остеопату, к мануальщику, куда-то, да. То есть вы просвещенные люди, вы знаете, что такие профессии существуют, и они ваши союзники. Вы уже поможете этой ученице, если расскажете про эту специальность и посоветуете туда попасть. А если еще и дадите номер телефона проверенного своего мастера, то вообще супер. Отлично. Ну что ж, мои любимые, прекрасные леди, мастера, выдающиеся личности, коучи, я благодарю всех за эту встречу, за эту прекрасную коммуникацию. С каждой из вас было мне приятно познакомиться. Но сейчас, Оксана, с твоего позволения, мы завершим, и я откланяюсь, поскольку у меня сейчас начинается консультация. Вот. А что касается карт Таро и всех именинниц, то Оксана анонсирует этот ивент, когда он случится, и я с большим счастьем и радостью наделю каждую из вас сверхсилой посредством вот этого божественного инструментария. Спасибо вам, друзья.